Здравствуйте, дорогие телезрители! Рад с вами встретиться снова на канале «Радость моя». Мы отвечаем на вопросы, которые приходят на сайт «Закон Божий». Вопросы самые разнообразные, охватывают многие очень острые темы. И сегодня мы хотим коснуться одной из них – это отношение родителей и детей. Для родителей, которые хотят воспитать и видеть своих детей нравственными людьми, этот вопрос, конечно, во все времена стоял очень острый. Может быть, особенно остро в наше время, в которое так много соблазнов. Как удержать детей от тех искушений, которыми так агрессивно обращена к ним наша современная жизнь? Это очень трудный вопрос, и не всегда удается найти на него ответ. Но будем надеяться, что с Божьей помощью это возможно. Сейчас я хочу ответить на следующий вопрос. «Прошу вашего совета. У моего сына от 23 лет возникло психическое расстройство. К врачам обращались. Сам он неоднократно был на исповеди и принимал причастие. А также ездил трудненько в монастыри. Состояние изменчивое, то лучше, то хуже. Скажите, что можно предпринять лично мне, чтобы помочь сыну?» Ну, прежде всего, хочу, конечно, вам выразить свое сочувствие, потому что, когда у вашего ребенка, пусть даже и взрослого, психические расстройства, дай Бог, чтобы оно было не очень сильным, конечно, это очень тяжело, это крест. Тут нужно молить Господа и об исцелении вашего сына. И молите, чтобы Господь дал вам мудрость, как правильно себя здесь вести. И, конечно, в такой ситуации, когда это болезнь, нельзя оставаться без медицинской помощи. Конечно, необходимо обращаться к врачам. Желательно это делать, не дожидаясь каких-то срывов, потому что тогда они вынуждены применять какие-то сильнодействующие лекарства. А лучше вот как-то профилактически обращаться. Это всегда лучше, когда человек сам пришел. К нему и отношение другое. Ну, а что касается вас, то вот молитва матери с одноморья достанет. Но крест есть крест, его надо нести со смирением и терпеливо, и молить Господа, чтобы он явил милость вашему сыну. А уж как Господь явит, это его Божья воля. Тут мы не можем ничего навязывать или требовать. Вы только просите мудрости, терпения, здоровья сыну и сил нести этот крест. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо. Мне 40 лет. Я мама двоих детей. Сыну 17 лет, дочери 10 лет. Совсем потеряла с сыном понимание. Живем, говорим в разных измерениях. Я не слышу его, он не пытается услышать меня. Маленький ходил в церковь, сейчас отказывается наотрез. Заставлять не хочу. Что мне делать, чтобы он не потерял веру? Очень хороший вопрос. И это проблема, которая встает перед многими родителями. И, конечно, вы совершенно правы, что нельзя здесь оказывать никакого насилия. Но из того, что вы говорите, что вот вы друг друга не понимаете, следует, что вы все-таки пытаетесь ему что-то навязывать. Это неправильно. Он уже взрослый человек, хотя совсем не обладает жизненным опытом и может принимать необоснованные решения. И, конечно, это такое вот мальчишество. Но такой переходный возраст. И здесь нужна какая-то особая педагогическая тонкость. Речь идет о очень трудной, тонкой психологической работе. И вот прежде всего надо понять, что единственный человек, на которого мы реально можем влиять, это мы сами. Вот каждый из нас. Если вы хотите, чтобы ваш сын изменился, изменитесь сами. Вот оглянитесь на ваши поступки. Наверняка вы увидите какие-то ошибки. И ведь очень важно понимать, что, как правило, наши ошибки невольные. Мы же хотим как лучше. Но получается, как всегда. Так вот, оглянитесь на них так пристально и постарайтесь не повторять те ошибки, которые вы совершали. Не должно быть какой-то резкости, не должно быть какой-то излишней определенности. И веру нужно показывать так, чтобы вызвать у вашего сына такую яркую, ответную, позитивную реакцию. А очень часто мы ведем себя так, что она бывает яркая, но только негативная. Это очень трудно. Нужно и со священником советоваться, может быть, обсуждать с кем-то своих друзей. Но лучше всего в храме. Такие проблемы – это проблемы. Проблемы можно поставить и искать способы ее решения. Это потребует у вас больших затрат времени. Но приложите их, не теряйте веры, молитесь. И дай Бог, чтобы сын, повзрослев, принял решение стать верным православным христианином. Мы с мужем очень хотим ребенка. Обращались в больницу без результатов. Последняя надежда на Бога – церковь. Посоветуйте нам, пожалуйста, к какой иконе и каким святым обращаться за помощью одрования детей. Наталья. Вот мне хотелось бы прежде всего сказать, что надежда на Бога и церковь должна быть не последней, а первой. Вот тогда Господь и дарует вам по сердцу вашему. И, конечно, желание ребенка – это естественное, и сильное, и благое. Не хотелось бы, чтобы оно исполнилось. В Москве есть храм в самом центре Москвы на Покровке. Называется «Храм Пресвятой Троицы на грязях». Видимо, там было болотистое место, и вот такое название осталось. Сейчас это центр Москвы, никакой грязи там, конечно, нет. Но зато в этом храме каждый понедельник в пять часов вечера служит молебен удивительному грузинскому святому Давиду Гориджийскому. Это аскет, подвижник, монах, который никогда женат не был. И вот жил в шестом веке. И вот такому подвижнику Господь даровал силу молить о даровании детей. И в этом храме ведут учет чудесных случаев. Вот я сам в какой-то мере свидетель и даже, может быть, немножечко участник, потому что я благословил жену, которая вот хотела иметь детей, чтобы вот она обратилась к преподобному Давиду. И вопреки тому, что в течение многих лет она лечилась и вылечилась, и сейчас, слава Богу, ждет третьего ребенка. Так что чудеса бывают, и дай Бог, чтобы и в вашей жизни они произошли. Но, конечно, вот повторяю, надежда на Бога должна быть первой. Тогда она не посрамит. Добрый день! Можно ли крестить ребенка в пост? Может ли быть крестной матери мальчика беременная женщина? Спрашивает Шветлана. Да, конечно, на оба вопроса можно ответить утвердительно. И крестить ребенка в пост можно, и крестной матерью мальчика, может быть, беременная женщина, потому что участвовать в таинствах полезно для ее души и для ребеночка, которого она ждет. Вот Екатерина нас спрашивает. «Одолевают навязчивые мысли? Очень плохие. Помогите. Что мне делать?» Да, вот очень многих одолевают навязчивые мысли. И тут надо понимать следующее. Есть страшная лукавая бесовская сила. Она способна проникать в наше сознание. Подобно тому, как микроб проникает в наше тело, в нашу кровь, так лукаво проникают в наши мысли. Надо понять, что голова твоя, а вот эти мысли не твои. Вот надо совершенно четко это разделять. Но если это не твои мысли, то и взывай ко Господу, «Господи, я грешный, избавь меня от этих мыслей. Я грешный». Вот моя голова наполнена вот таким недопустимым мысленным ссором. «Избавь меня от него. Каюсь, я грешный». Будешь каяться, будешь молиться, и эти мысли тебя оставят. Наша передача подошла к концу. Хочу упрощаться с вами, наши дорогие друзья, с надеждой, что мы в скором времени вновь встретимся на телеканале «Радость моя» и будем иметь возможность отвечать на вопросы, которые вы будете присылать на сайт «Закон Божий». Господь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова